Привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут Артур мы продолжаем играть в основными заданиями которые мне хотелось выполнить в короле спасли девушку дочь местной торговки из странного городка под названием хагдижд в котором проживал какая-то сектор пришлось маленько почистить все прошло достаточно тихо и сейчас нам пришла пора двигаться городок под названием чейдин холл в котором находится штаб-квартира темного братства пришла пора им сдать свой квест который был посвящен тому что мы инсценировали убийство одного человека который просто хотел исчезнуть потому что у него была куча долгов доложим сейчас выполнение капец у меня прыжки уже кенгуру с атлетикой со скрытностью со стрельбой звука у меня все очень хорошо поэтому персонаж может за себя постоять а с рукопашным боем как так вообще никак кунти крысу там или грязь крово убьем про остальное не обещают привет вообще надо будет потом еще разобраться с этим городом здесь как-то вообще с властями у них проблемы серьезно что хотят то и делают беспредел полный но не сейчас на днике мы не были темном братство соскучился уже так получается сейчас наш дом и рабочее место одновременно дверь крутая так хорошо кому-то мы сдаем то как он зовут винсент по моему время 12 на рощи спать пойдет тогда вот сразу пометим нужный квест и сейчас нам укажут куда нужно двигаться так ты насколько я помню подаешь стрелы опять ты это замолчу уже осетис я не могу потратить на тебя весь день поторопись стрела тени что она делает странно особо стрел хороших то нет только какие-то мега наворочены что эти могу продать до особо ничего кстати можно было конечно отдать там войны чей примат да ты сам то такой по сути можно было дать всякие ненужные вещи ну пусть пока будут карман не тянут потому что тяжелым уже давно выкинули так ну что так матер спасся отлично в качестве вознаграждения я рад вручить тебе этот амулет жестокое сердце а также поздравить с очередным повышением я произвожу тебя в ликвидаторы у тебя холодная кровь и каменное сердце ты являешься олицетворением всего что ценит темное братство также я передаю тебе этот ключ он открывает колодец за заброшенным домом использую этот ход для скрытного и быстрого доступа в это убежище давно пора так хорошо что за жестокое сердце повышение силы воли повышение сила но нет не он не нужен потому что у меня есть глаз ситиса который гораздо более полезен ну тем не менее хорошо ладно это что такое а понятного работа есть ликвидатора чистолюбие вот твоя отличительная черта боюсь у меня больше нет контрактов для тебя наша совместная работа подошла к концу теперь ты будешь докладывать о чиве здесь же в убежище с этого момента твоими контрактами будет заниматься она иди она уже ждет тебя но прежде чем ты уйдешь я хочу повторить предложение которое сделал тебе некоторое время назад будучи вампиром я могу передавать свой дар другим мы хорошо поработали вместе и я решил передать этот дар тебе могу я использовать свои темные силы и превратить тебя в вампира вампира я знаю что такое быть вампиром да это неплохо давай превосходно вот что тебе нужно делать просто иди и поспи здесь в убежище а я навещу тебя во время твоего сна я окутаю тебя темными объятиями вампиризма ты даже не узнаешь что я был там но когда ты проснешься мы будем с тобой одной крови после заражения вампиризмом тебе нужно подождать три дня а затем заснуть еще раз тогда темный дар окончательно вступит в силу иди же сон ждет отлично все наше к нам возвращается скорее если кто не помнит мы все время стали верховным вампиром сейчас придется начинать по новой интересно здесь есть какой-нибудь братство крови там или как они называются ночью я думаю я думаю подождет маленько как и контракты в целом вообще вот это вот они должны были дать нам еще самом начале потому что это самый быстрый удобный путь спуска но видимо так нет он не сюда видимо право спускаться в колодец нужно заслужить странно глупо но надо было так на что поспим 12 это 11 часов это круто после пробуждения на моей шее оказались две кровоточащие ранки похоже прошлой ночью вид центру тери действительно навестил меня и передал мне темный дар если сказано им правда то мой вампиризм проявится через три дня после очередного сна так сделать это задание активным но на внешности это пока никак не отразилось ну что давайте пока перейдем к чиви поговорим с ней я так рада видеть тебя может тебе что-нибудь нужно нет ничего мне тени нужно ты мне уже надоело вот этот прикольный раз твой брат мы тоже надоедли сейчас возьмем задание темного братства и одновременно будем следить за тем как их наш персонаж постепенно превращается темный дар самой матери ночи пожалуйста скажи чем я могу помочь тебе венсе приветствую приветствую темный охотник наслаждайся своим новым даром и не забудь поговорить с очивой у нее есть контракт для тебя расскажи-ка мне о темном даре я без тебя конечно это все прекрасно знаю но мало ли чего нового расскажешь может благословенное проклятие вампиризма течет под твоим веном наберись терпения подожди полных три дня затем ложись спать твои сны укажут тебе дорогу хорошо а какие-то где когда я только вошел в семью этим убежищем руководил другой уведомитель люсьен занял ее место когда она была убита при выполнении контракта понятно не знаешь пролеет для меня немножко кровушки дорогой брат запросто так а чего ты где а чего у нас полный этаж выше когда я вижу тебя брат мои приветствую я ожидала тебя как тебе наверняка уже сказал винсент твое время работы с ним подошло к концу с этого момента ты будешь получать все задания непосредственно от меня тебя уже ждет очередной контракт хорошо рассказывай в имперском городе живет высокий эльф жизнь которого должна прерваться найти этого эльфа может оказаться непросто тебе это интересно всегда я выполню это задание я знала что ты не сможешь устоять твоя цель высокий эльф по имени фэля он живет где-то в имперском городе и любит длительные прогулки к сожалению это все что мы знаем мы не знаем ни в каком районе он поселился ни в каких заведениях он бывает не что-либо еще о нем разберемся выполнить задание тебе придется поработать и щейкой стоит поговорить с братьями и сестрами вдруг они смогут дать тебе какой-нибудь совет ах да еще одно в имперском городе живет и капитан имперского легиона по имени адамус филида знаешь кто это слушай меня внимательно филида посвятил всю жизнь уничтожению темного братства он не терпит когда мы проводим операции в имперском городе когда это случается он старается сделать нашу жизнь невыносимой давай не будем давать бравому капитану повода совать нос в наши дела если можно покончить филианом в каком-нибудь тихом месте в помещении когда поблизости не будет других людей в уединенном месте без свидетелей тогда создастся видимость обычного убийства филида ни о чем не догадается а ты получишь хорошую премию теперь иди и да прибудет с тобой сидис хорошо если услышать какие-то посторонние звуки это мои соседи они как обычно маленько не в минько так что могу не удивляйтесь я думаю уже большая часть зрителей к ним привыкла что говорят о твоем последнем контракте тебе пришлось ликвидировать всех ты об этом знаешь да это был просто кошмар голова не желала отделяться пришлось резать пилить понятно ты нова а дорогой друг могу я украсть у тебя минутку твоего времени я попал в деликатную ситуацию и надеялся что ты сможешь помочь мне это личное дело и оно не повлияет на твое положение в темном братстве ты хочешь узнать подробности давай расскажи ладно я нахожу твое решение очень разумным теперь детали далеко к югу отсюда в южной части сиродила находится болото называемые богу отер в этом болоте ты найдешь темного ящера по имени хвост со шрамом прикончи этого выродка и принеси мне его сердце в качестве доказательства мне от этого какая польза когда чива и я обучались в темном братстве будучи детьми мы дружили еще с одним новичком темным ящером по имени хвост со шрамом мы были неразлучны и когда обучение было завершено к сожалению наши пути разошлись но теперь теперь произошло невероятное от агматы как хвост со шрамом сбежал из чернотопья и отказывается выполнять обязанности королевского убийцы это предательство вероломство должно быть наказано также как и член темного братства не может убить своего товарища темный ящер не может убить другого темного ящера вот почему я прошу тебя от про понятно так расскажи мне по контракту этим твоим дельцами я займусь попозже я очень люблю выполнять контракты в имперском городе ой говори побыстрее ничего полезного короче говоря не сказал что тебе удалось вернуться винсент не подскажешь ничего надеюсь я смогу помочь по контракту эльфы имперского города образуют очень тесное сообщество кто-нибудь из них наверняка хотя бы слышал о феллиане тебе стоит порасспрашивать хорошо молодца в инстант вообще правильный мужик такой если что то от него зависит помогает всегда так ну что давайте в казармах посмотрим что есть так вот сейчас порк ты мне пригодишься так а ты смотришь на тебя и будто получаешь благословение самой матери ночи привет брат я так рада вновь видеть тебя надеюсь мать ближе к делу контракт я бы никогда не советовала тебе отказаться от премии но убивать феллиана в помещении так не симпатично жаль ты не можешь застрелить его с балкона во всяком случае сначала тебе нужно будет найти его так все эльфы имперского города составляют одно сообщество расспроси их о феллиане хорошо спасибо пусть твои стрелы всегда летят точно в цель так пор подожди я знаю о чем ты думаешь это как раз то о чем я говорю ты убиваешь его стоя лицом к лицу и все равно получаешь премию хотел бы я чтобы все контракты были такими понятно охоты брат так давайте поговорим с девчонкой и в принципе все вставай да дрожайший брат знаешь что я бы сделала поговори с феллианом разузнай все может тогда удастся завести его в единенное место а когда вы будете одни ну смех у тебя конечно доктор зло надеюсь тебя не убьют потому что давайте выдвигаться я думаю это будет сложно я думаю это будет интересно при том что мы теперь заражены вампиризмом нам нужно будет с этим еще как-то справляться дополнительные сложности но это должно быть круто так имперский город советую торговый район эти давайте от тюрьмы пойдем что там уже будем разузнавать все-таки то что здесь такие подземелья как их назвать дженерик то есть такие баллы сделаны очень сильно набивает интерес именно перемещением по миру поэтому постоянно то есть не хочется именно путешествовать хочется пользоваться быстрыми перемещениями потому что даже если найдешь какой-нибудь подземелье то там все равно ничего интересного не найдешь там будешь полчаса бродить найдешь какой-нибудь там тулуп крутоты 9000 никакого квеста не найдешь нельзя предварительно задание где-нибудь то есть смысла не имеет так ну что мы находимся в торговом районе что найти высокого эльфа по имени феллиан и убить его если я убью при свидетелях ну понятно ищем эльфов мне нечего есть мне только детей прокормить я много не прошу джи монету спасибо великодук расскажите мне слухи в портовом районе пришпартовался новый корабль мари елена это галеон я думаю это не его капитана ли я убивал все время да прибудет с тобой благословение акадоша так ну что будем искать пока что эльфов не видать особо но по моему половина магазинов здесь держит именно высокие эльфы он рендер допустим закрыта и открылась еще ты тоже дать маленько прислонимся к стене и подождем часть к 3 в 10 уж откроется этому так посохи давайте спросим у него привет приветствую феллиана знаешь феллиан говоришь ну да я знаю кто это довольно неприятный тип кстати полагаю он живет в отеле тайбер септим вот отлично это наталос плаза здесь в имперском городе думаю там и стоит поспрашивать хорошо как мы быстро нашли прощай прощай феллиан живет в отеле тайбер септим в районе талос плаза я чувствую что он почти у меня в руках но мне нужно помнить что нельзя убивать его в людном месте тогда я не получу премии нужно выманить его из отеля так табер подожди плаза это у нас вот талос плаза пойдем сюда и отсюда пойдем и ближе к центру вернее ближе к крайне набор я слушаю тебя гражданин нет и слушай меня ты кто я прошу всего лишь одну монету так окей честно говоря вообще не помню это место этот город он почему проблема в том что здесь и район один на другой очень похоже вспомните допустим драконий предел в скайриме мы кстати в дворце ни разу не были по-моему надо будет туда зайти как-нибудь попозже сейчас пока без этого дела хватает так а вот мы тут вот собственно отель по моему или он там подальше вот и она мои дети голода уйда ладно иди работать смотреть какой здоровый дети голодает у меня совершенно не палюсь в костюме тело набрасывай добро пожаловать друг фэллиан у вас живет да я знаю кто такой фэллиан и я даже довольно хорошо знаю но наверное мне не стоит болтать я хочу сказать мы с тобой почти не знакомы я понял на что ты намекаешь да спасибо как мило нравится теперь давай поговорим по новой фэллиан ох да я знаю его никчемный человечешка он живет здесь со своей подружкой от рейной и что эта бедная девочка нашла в нем не понимаю от рейна платит за комнату за еду за все она очень богата наверное у фэллиана когда-то тоже были деньги он был настоящим джентменом но все это было до того как он пристрастился к ну ты понимаешь к скуме наркоман очередной теперь фэллиан редко бывает здесь он либо употребляет скуму либо шляется по городу в ее поисках наверное к ночи он возвращается проводит время с отрейной но всего на несколько часов клянусь этот альтмер плохо кончит если будет продолжать так жить факт еще увидимся он точно плохо кончат нет эти гарантирую так ну что сохранимся да пойдем посмотрим надо как-то его выманить но если он ходит постоянно в поисках наркоты это будет не так сложно пообещаем чего-нибудь так это его жёнушка на самом как обычно ушел до фэллиан дорогой фэллиан зачем нужно разрушать нашу жизнь да добрый господин чем могу помочь скажи мне про своего избранного фэллиан он он мой милый моя любовь но я не понимаю почему я должна рассказывать тебе об этом я хочу сказать мы почти не знаем друг друга я понял что хочешь слушаю это мне спасибо так ночью продажная душонка пожалуйста я я не хочу показаться слишком эмоциональный но мне кажется я могу доверять тебе я просто не знаю что мне делать с фэллианом все о чем он думает что его волнует это скума раньше он был чудесным молодым человеком но он потерял все достоинства деньги самоуважение я следила за ним пару раз хотела посмотреть куда он ходит он бродит по городу в поисках скумы а затем заходит в дом ларк мира на несколько часов это в эльфийских садах я думаю этот дом заброшен вот почему он ходит туда там он может отрешиться от жизни и отдаться во власть скумы спасибо мне нужно было кому-то довериться надеюсь мой милый фэллиан сможет избавиться от этой заразы иначе проклятая скума доведет его до смерти до свидания блин какие эти души и высокий все-таки офигеть так ну что нужно найти в этом заброшенном да там пока наркоманит избавиться до жалко его маленько риски сады это соседний район я так понимаю если я там его прикончу то это будет хорошо потому что нужно в помещении убить да так и где же этот домик вот он так хорошо сложный замок это плохо на самом-то деле потому что поэтому с моей мышкой это будет особенно сложно не ай да блин хотят подбором занимайся так давайте автопопытку так мышь приди в себя хотел сказать фэйлин даже не заметил меня нельзя так подкрадываться к людям эй эй как что что ты делаешь здесь ты мне не не мой друг что ну что тебе нужно ничего не говорить ты прямо не от мира сего знаешь что но все в порядке я мне нравится сумасшедшие я очень люблю сумасшедших из куму голосок конечно расскажи мне о своем пристрастии скума о да ты хочешь хочешь стать моим другом я я скажу тебе вот что скума это единственное единственное что мне нужно ты принесешь мне слушать скуму ты знаешь что это такое у тебя и есть скума сейчас потому что я могу нет у меня скума но ты принесешь не скумы и тогда так а почему я не могу да я поговорю здесь кто-нибудь есть еще личные покоя воркмера спробуем губ пардон давайте сюда да что ж ты смотри как его вороты а фэрин мертв он был убит в доме воркмера без свидетелей теперь мне нужно вернуться в убежище и получить в ачиво награду и премию короче да все выполнено было вполне себе чисто хотя и достаточно криво так что еще есть в этом доме да ничего сарай восточные провинции может вам читали в свое время вскоре им по-моему еще так ну что давайте стрелы соберем свидетелей нет зачем вообще темному врасту понадобилось устранять какого-то наркота странно все подожди я стрелы свою не могу взять печально и это не могу круто чё чё-то как-то странно фу так давайте потихоньку в скрытном режиме выйдем отсюда что никто не видел свидетелей и в принципе давайте на этим на этом завершим эту серию в следующий отправимся обратно в чейдинг холл посмотрим что еще от нас захотят и возможно скорее всего в следующей серии мы будем смотреть что это такое становится вампиром черное братство маленько отдохнет темное так что увидимся в следующей серии надеюсь вам понравилось с вами был Артур всего хорошего пока-пока-пока и а и и Субтитры сделал DimaTorzok